Сегодня прием заявок на программу 7-20-25 в одном из банков столицы завершился в течение двух секунд. Лимит, выделяемый государством на приобретение квартир, был исчерпан за считанные секунды из-за большого количества заявок. Моя коллега Назамгуль Кумыспаева разбиралась, можно ли сегодня приобрести жилье по госпрограмме и вообще, что же творится на рынке жилья. Я бы хотела узнать по ипотеке 7-20-25. Стоит ли доставлять заявку? Женщич, еще лимит не открылся, пока заявок мы не принимаем. Назамгуль Малековна, сейчас, к сожалению, государственная программа 7-20-25 перестанули на полностью. А по какой причине? Потому что финансирование от государства не имеется. И следить на очередь финансирования будет через полгода, либо на более большой срок будете ждать. Вот такие ответы мы получили, обзвонив сразу несколько банков второго уровня. Во многих из них заявки на получение ипотеки по льготной программе 7-20-25 не принимаются. А если и принимаются, то в банках вас ставят в виртуальную очередь, в которой можно прождать своей заветной квартиры полгода. Сейчас всем по сей день выгодно говорить о том, что, уважаемые покупатели, подождите, ипотека будет, нужно вот-вот чуть-чуть времени. То есть так выгодно говорить. Выгодно говорить с точки зрения того, чтобы не уходил спрос. Эксперты говорят, что годового лимита в 100 миллиардов тенге на эту программу не хватает. Из-за этого у потенциальных ипотечников и возникли трудности с кредитованием. На сегодня ипотечное кредитование по 7-20-25 сократилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Что с ипотекой 7-20-25? Стоит ли ее ждать казахстанцам? Национальный банк придерживается позиции, что она уже уходит от программы 7-20-25 в Национальный банк. Лимит уже первый шаг от того, что наш банк будет постепенно уходить. Нам нужно уходить от системы общей ипотеки для всех, которые ниже рынка. На самом деле это очень вредная экономика. Это ломает рынок. Это приводит к росту цены и инфляции. Тем временем, по подсчетам некоторых финансистов, в Казахстане заметно сократилось количество сделок купли-продажи жилья. В настоящее время, по статистике, количество договоров купли-продажи недвижимости у нотариусов сократилось на 64%. Можно сказать, что причиной этому является рост цен, отсутствие эффективных ипотечных кредитов и неработающие рыночные ставки. Но экономисты считают, что стоит рынок только вторичного жилья. А вот новостройки как продавались, так и продаются. Тем более, что наблюдается небольшое снижение цен и скидок от застройщиков. Снижение цены есть, стагнация происходит. Если мы возьмем самые крупные регионы, условно, в Шемкенте, сейчас средняя цена. Все зависит от локации. То есть мы берем и окраины, и центр города от 300 до 400 тысяч за квадратный метр. Если мы берем Астану, в Астане у нас разбег идет от 400 до 500. Если мы берем Алмату, да, ценник там уже от 500 до 600. То есть он конкретно идет вот в этом коридоре. При этом, казалось бы, на казахстанском рынке имеется немало льготных ипотек. Из государственных это 5-10-20 и 2-10-20. А также есть ипотеки от Отбасе банка. Это Жанабаспана, Жасотбасе, Ельорда, Жастары, Женская ипотека Умай, Зеленая ипотека и Свой дом. Но все эти кредиты целевые и предназначены для определенной категории людей. Доступной для широких масс останется лишь 7-20-25, финансирование по которой значительно сократилось. На Зымгульку Мыспаева, Алибек Алиев, Хабар.